Так, я вас приветствую, дорогие друзья, я вас приветствую с моими приятными, по те же, которые мое уважаемо онлайн. Время приветствовать репрезентации масс-медиа, потому что многие не хотят, что есть пандемия в стране, но вовремя, как мы сейчас занимаемся на работе и активируем. Молесы, с очень радостью, я хочу вас приветствовать по те же, которые рады ситуации реала, которые сантиметра република Молдова, что и которые любого пегут, что не вадим, что и которые сокупы дин, кундущи расстатлы, ку пропаганда. И хотел бы начать свой лайв, свою пресс-конференцию с того, что не хотел сегодня на самом деле никаких лайвов пресс-конференции, потому что сегодня день рождения моей мамы, с чем я ее поздравляю. Огромное спасибо за сотни постов на ее странице, там тысячи сообщений со всей страны. Огромное спасибо, мама, я тебе величие. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Он говорит на русском языке, врач с миллионной аудиторией, врач которого приятно слушать, где он объясняет, что все врачи, медсестры, санитарки, все те, кто контактирует с инфицированными, должны пользоваться только респираторами FFP3, которые работают от 6 до 12 часов. Их нужно несколько в день на каждого работника. Молдова заказала 220 тысяч респираторов FFP2 на вопрос, где че? Оляк и доктор ответят вам одно, где ты-то? Понимаете? То есть, послушайте, не надо слушать сегодня Додона, Усатого, Рената, других людей. Послушайте, что говорят специалисты во всем мире, у нас врачи заболевают. Почему я вышел сегодня? Потому что в Бельцах подтвердился диагноз у врачей и медицинских сотрудников на COVID-19. Сегодня в Центре семейных врачей, у больницы, в моем фонде есть деньги на закупку этих респираторов, но хочу вас проинформировать, дорогие друзья, те, кто меня смотрят. Сегодня ни Примария Бельц, ни Центр семейных врачей, ни больница не имеют права закупать за рубежом, заключать договора за рубежом на импорт той или иной продукции. Почему? Опять же спросите у нашего руководства Политбюро. Сегодня у нас полувоенная ситуация и просто услышали, а Усатый хочет организовать самолет, нет, не надо, вылезут реальные цены. На калькулятора вам посчитал со всеми заработками экономических агентов, сколько должен стоить экран. Кику выбрал то, что ему удобно, даже не Кику выбрал. Я уверен, что все посты ему пишут Додон. Потому что вот эти бреды и мерзости, которые пишет Кику иногда, я, насколько знаю, что либо он пишет сами, редактируют люди Додона, либо Додон дает готовый пост Кику. Вот такая у нас, к сожалению, ситуация в стране. Но самое страшное другое. Я сегодня узнал о том, что чартер, про который они говорили, не-не, сейчас власти организуют чартер, все привезем, он переносится с 15 апреля, завтрашнего дня из Китая, минимум на 18 апреля. И вы понимаете, что это является полным бредом. У нас страна находится сегодня в кризисе, социальном, эпидемиологическом, экономическом и так далее. И у нас прошло несколько месяцев с момента, как из первой инфицированный, хотя кричал, и никто меня не хотел тогда слушать, что нужно срочно принимать меры. И получается так, что второй месяц нашей власти, это каким надо быть тупым организатором или бестолковым, чтобы не организовать самолет в Китай, который туда летит и обратно с посадкой, погрузкой, отдыха экипажа, напоминаю, Грилл-2 в Румынии, это занимает всего лишь 39 часов, менее двух суток. И они эту треть переносят, и врачи должны продолжать ждать защитные халаты, экипировку, очки. Но самое страшное, что заказано повторять 220 тысяч респираторов, которые сегодня не являются защитными для медицинского персонала, которые входят в контакт ежедневно с инфицированными. И это, на самом деле, трагично. И сейчас я делаю апел на тост, доктори из страны. Гитрая. Субтитры делал DimaTorzok Вот так и так, это врачи за собой не следят, врачи это сами допустили. Оказывается, еще некоторые врачи не заслужили премии, потому что комиссия разобрала, что они заболели коронавирусом в нерабочее время. Да, не фереште, кераты, герушина от сфизы. Вчера я нахожусь там под наблюдением врачей, в это время комиссия по чрезвычайным ситуациям в Бельцах выносит на голосование решение приостановить работу Бельского масложиркомбината. А предприятие Флуаря Сварилу, очень крупное предприятие, по рекомендации врачей, а именно специалистов. И в данной ситуации все комиссии должны делать то, что рекомендуют врачи. И если в комиссии в Кишиневе врач один, то в Бельцах у нас их пять. И господин Кишлай в письменном виде нам рекомендовал закрыть это предприятие еще на прошлой неделе. Мы отправили запрос в Кишинев, ну пусть они выскажутся, крупное предприятие, пусть отправят специальную комиссию, примут какое-то решение, нет. Они нам возвращают, на ваше усмотрение решайте, но должен быть минимум 1% инфицированных. 1% инфицированных, это должно было быть на предприятии более 6 заболевших коронавирусом. Вчера эта цифра, к сожалению большому, количество этих пациентов даже превысило 6 человек, по-моему 7. Что происходит? Сидят вчера умники в штабе Додона, и главный уляк и доктор Додон говорят, давай так. Если усатый подпишет распоряжение и оставит предприятие работать, мы его обвиним в распространении коронавируса. А если усатый из комиссии предприятие закроет, то мы усатого в ближайшие дни завезем несколько машин подсолнечного масла из Украины контрабасом, снимем их и на камеру, а у них такие консультанты как Кавкалюк, чтобы вы понимали, сейчас мы на эту тему поговорим, появились. И скажем, что усатый закрыл предприятие, чтобы помочь контрабандистам возить контрабандой масла из Украины. Продолжение следует... Во-первых, комиссия Бельская вчера, в которой все проголосовали за, приостановила работу этого предприятия на две недели по рекомендации врачей, не по рекомендации усатого. И тебя, Додон, твои лохи советники даже не полностью информируют, что они усатые своим распоряжением, а комиссия это решила. Поэтому, Игорь Николаевич, надо поругать и урезать некоторым твоим советникам из зарплаты, имеешь полное основание. Потому что они тебя, Додона, не полностью информировали. А они показали Додону письмо, где на прошлой неделе я подписал как председатель комиссии, послушайте, вы скажите, что нам делать с предприятием Бельских. Уже было три подтвержденных случая коронавирусом. Значит, и они, ага, усатый подписал, сейчас усатый свою подпись закроет. Усатый просто не такой оляк доктор Лакаб Кадодон и даже не пациент. Я пациент с подтвержденным диагнозом воспаления легких, но не воспаления правого полушария. И, как я говорил про некоторых птиц в Википедии, у меня не 40-41 температура круглый год, а температура 36,6, как у всех нормальных граждан нашей страны. Поэтому перестаньте, негодяи, спекулировать сегодня проблемами экономических агентов, тех людей, которые находятся в Бельской комиссии, тех людей, врачей, которые находятся на передовой. Если в ближайшие дни устранят, найдут экономические агенты, я говорю про Флуара Сарелой, найдут варианты решения этой проблемы с врачами, подчеркиваю, не с усатым, не с Дадоном, не с Кику, не с Важей Джоши, который является акционером этого предприятия. Вот не знаю, является ли Плохотнюк там до сих пор в доле, но сегодня врачи должны с директором предприятия найти какую-то формулу. Если вы ее найдете, вы выдвинете это, придите, врачи напишут в письменном виде, как они рекомендовали приостановить работу предприятия, также они сегодня должны сказать, какие выходы, и давайте через 2-3 дня его запустим. Но это должно быть решение специалистов. Сегодня Флуаря Сарелой, пресс-релиз. Вот сегодня закрытие предприятия может привести к импортозамещению. Ага, правильно? Извини, Дадон, что испортил планы тебе, твоим кавкалюкам и твоим пиарсикам, и сегодня ночью уже фотографировать ваши газели с контрабандным маслом с Украины, но комбинации уже не получится. Как не получится и следующее. А теперь об этом поговорим поподробнее. Я говорил о том, что Игорь Дадон готовит провокацию в Москве. Меня пытались засунуть в дело Захарченко по просьбе Дадона, некоторые дадончики в Москве. Это не получилось, дело Захарченко передали в суд, у меня нет никакого статуса. И пошли пацаны по второму запасному варианту. Значит, сделать меня организатором ландромата вместе с Платоном и Плохотнюком. Вы понимаете, да? Высшая стадия дебилизма и с точки зрения черного пиара. Я уже молчу с точки зрения процедур, с точки зрения обвинения, кто и как это зачем делает. Хочу вам назвать для начала имена молдавских легендарных милиционеров, которые сегодня готовят мое задержание. Значит, есть сегодня у нас такое управление. Это управление собственной безопасности и борьбой с коррупцией в МВД Республики Молдова. Пентручейкари, Либадистат, Мирджи Ворба, Диспиа, Сервичу, Дичь, Сервичу, Протекции Интерны, Протекции Интерны, Шанти Коррупции, Майи Републики Молдова. Дичь, это Сервичу Протекции Интерны, Шанти Коррупции, требует сэсоукупи депестааря полициштилор корупт, и легалитатилор униор полицишки. Дар сигур, ачаста дирекция не умер, треба сэсоукупи курината Усатэ. Каастаз я не сэсоукупи, маи, не пропус, не пропус, не пропус, не выпрямь, митэ, куива, дин полицишки, ка часта дирекции сэсоукупи, диньмини. Шефу отчасти дирекции, он Мамалига, который всю жизнь был чекистом, работал в службе информации и безопасности, который был делегирован чуть-чуть на таможню от службы информации и безопасности, делая сэсоукупи, диплосари, оляк вамиш, делая голяка доктора Дудона. Кари Энтрубунадзе согласно молдавскому главному закону выживания в любых условиях, под названием куматризм, финт кумэтрук у товарища Лебединский, Динпартия социалистов, этот Ион Мамалига стал начальником управления собственной безопасности МВД Республики Молдавы. У него появился заместитель, но он безобидный. Дома Мамалига, да, и он уздякор, пьё кредко, пьё рау, дестуй, полетишь, спечалишь, картриваус кундука, спия, динкадру мае, ну, сэнтезду мявастры дивина, кацазюнску мэтруку Лебединский, ор Лебединский. Это просто, штицком, когда у нас юристы становятся врачами, я вам скажу в Бельцах про одну ситуацию, отвлекусь на секундочку, просто такая прикольная тема. Значит, жил-был человек в Олежском районе, это я сейчас кроме шуток говорю, это вот недавно произошло, всю жизнь выращивал овец, делал брынзу, хорошую брынзу, не баранью, которая ест до дон по ночам, а как бы нормальную овечью брынзу. Значит, делал он эту брынзу всю жизнь, и как бы, он господарь, все спектакли, то от свамини, реально как бы человек хозяин. И вот человек, который всю жизнь выращивал овец, значит, вступил в партию социалистов. Ну, как бы, тоже ничего такого. И чабаны, и безработные, и люди разные, вступают в разные партии. Но став членом партии социалистов, значит, наш овцевод, еще раз подчеркиваю, ом господарь, здесь при каре лумя, ворбеште дар дебине. Недавно стал замначальником РЭО в Бельсах. Продвижение по партийной линии. Вы дар доктору и стрига, ей ну вор, министру санатэции, он журист, он экономист, и вор он доктор. Политички инспи, а врут он политист. Вы дали оляка чекиста, который, как бы, просто к мэтру Лебединскому. Но у этого Лебединского, у этого мамолега Иона, есть заместитель в СПИИ, главный негодяйчик, один из главных негодяйчиков, который занимался всей чернухой во время Плохотнюка, это один из ближайших людей Кавкалюка, Кавкалюка, он занимал должность всем известным пятом управлении, где вчера, аджунг, шеф-аджунг, ладос, дирекция оперативной спичалищи, сукпабитетику, мензели-мурдари, Аллу Георгию Кавкалюк. Когда Паша Войку стал министром обороны, этот Вадим Мазарарь стал руководителем, вернее, заместителем руководителя одного секретного управления в министерстве обороны. Это когда вся пресса в стране писала про то, что люди Кавкалюка по секрету трудоустраиваются к Паше Войку в министерстве обороны. Когда Домну Павел Войку из министра обороны стал министром внутренних дел, получил генерала, Гайчук стал дивизионным генералом. Дивизионные генералы, на секундочку, чтобы вы для себя понимали, вот, например, командующий войсками России РФ в Сирии, это дивизионный генерал. И у нас есть дивизионный генерал Гайчук. Значит, Паша Войку берет этого Мазараря и назначает его замом в СПИИ. Значит, сегодня Ион Мамалига, руководитель, создал секретную группу, в которую ходит Мамалега, вот этот Мазарарь. Хочу вам сказать, тебе, товарищ Мазарарь, великому полицейскому, в кавычках, который умеет только фабриковать уголовные дела, значит, что я знаю даже про вашего паренька по имени Дан, который сейчас занимается фотошопами и пытается как-то нарисовать участие Рената Усатова в ландрамате. И то, что вы его возите вечером домой и утром возите его обратно на работу, чтобы он не вступал в контакты, и чтобы не было утечки информации, хочу вам сказать, что из-за того, что есть такие негодяи, как вы, которые продолжаете уже без режима плохотника фабриковать уголовные дела, что сегодня информация распространяется быстрее коронавируса, потому что есть настоящие патриоты, которые не согласны с той мерзостью, которую вы занимаетесь. И хочу вам сказать, что вы за это ответите по закону. Ну, конечно, вы сейчас можете сказать, что это как бы команда была руководством и так далее. Ребят, больше такие отмазки не пройдут. И ты, товарищ Вадим Мазарарь, особо молодой, особо творческий, ты еще слишком зеленый в твоем юном возрасте для того, чтобы строить из себя значит строить из себя великого схемщика и стать в стране вторым Кавкалюком. Потому что чем закончится история первого Кавкалюка, тем же закончится и твоя и всех остальных. И то, что сегодня по договоренности вас не трогают, додон и просит делать какие-то меры севам, это не поможет. Значит, эти негодяи, оборотни в погонах с молдавской стороны ждут на сегодняшний день объявления меня в розыск СНГ, в межгосрозыск со стороны России, со следственного департамента МВД России, ждут решения майора Абраменко. Уважаемый товарищ следователь Абраменко, обращаясь к вам как простой гражданин, не как политик, не как оппозиционер, вы сегодня майор, я понимаю, что хотите стать, как любой офицер, полковником и, наверное, генералом. Хочу вам сказать, что все ваши секретные комбинации, все те люди, которые вас посещают с разными инициалами, я не буду сейчас называть, потому что многие из офицеров работают под прикрытием, я знаю их настоящие имена, я знаю их псевдонимы, которые к вам приходят и сегодня говорят, что сегодня важно поддержать президента Додона, потому что Додон вот думает, что мы случайно ведем переговоры с усатым и как бы надо быстрее усатого подать в розу, засунуть его в дело Плохотнюка и самое мерзкое господин Абраменко, запомните, что рано или поздно надо будет отвечать и в России за этот беспредел и все те, которые вам сегодня советуют и приносят готовые тексты, которые вы должны пришить к уголовному делу, ответят они, они будут пальчиком показывать на вас, скажут, да это какой-то майор следователь МВД, это как бы не мы, вы что, мы бы на это никогда не посмели, господин Абраменко, ваша фамилия публичная, поэтому я называю вашу фамилию, но еще раз говорю, что как только вы меня подадите в розыск, весь мир узнает фамилию всех тех людей, майоров, полковников, генералов, которые замешаны в этой чернухе, сегодня вы можете как минимум пойти к вашему руководству, обратиться к министру внутренних дел Колокольцеву, и Колокольцев может вникнуть сегодня в ситуацию и по крайней мере отстранить МВД из участия в этой расправе надо мной, которую сегодня заказал Игорь Додон, а некоторые Додонщики его в Москве исполняют. Я боролся с Плохотнюком, всякими этими вашими мошенниками, которых люди, чьи фамилии назову чуть позже, навестили в тюрьме, и вот эти Григорьевы, Кузьмины и так далее, это негодяи, которые сегодня, если бы я работал в России, они бы сели еще раньше. Вместе с многими вашими коллегами, о которых мы чуть позже поговорим, я участвовал в оперативных разработках, находясь в Москве господина Абраменко, по тому же Григорьеву, Плохотнюку и прочим негодяям, подонкам и мошенникам, и включая тех, которые разрешали им осуществлять эти схемы и на территории Российской Федерации и в Молдове. Поэтому, господин Абраменко, я понимаю, что сейчас Додон кричал, давайте до Пасхи, потом Додон позавчера звонит тем же кураторам, говорит, не, нет, давайте после Пасхи, кому сантимусом, тому нападим, ну, то есть перед Пасхой Молдова православная страна, сам Додон просит до, сам просит перенести, послушайте, ваше объявление в меня по сфабрикованному делу, по показаниям этих проходимцев, бандитов, которые сидят в российских тюрьмах, ни к чему не приведет. Граждане Молдовы знают меня и всегда судили обо мне по делам и по реальным поступкам, а не по тем, а не по тем провокациям не фабриковали десятки уголовных дел в Молдавии. Заказны убийством оптом при Плохотнике. Господин Абраменко, у меня не было никогда ни одного дела по коррупции. И я подниму кое-какие материалы, которым вы, как следователь, сможете получить доступ в Российской Федерации, где чем занимался Ренат Усатый, написано в деталях. И я всегда служил стране и народу, а не каким-то чмошникам, неважно, они гражданские или в погонах. Поэтому, господин Абраменко, очень хорошо подумайте и задумайтесь о том, что рано или поздно придется отвечать за все эти заказные дела и за чернуху, которую вам навязали. я понимаю, что в эти минуты вы, может быть, уже сидите с ручкой и думаете, значит, подписать все необходимые документы или нет. Про то, что вы хотите на меня повесить ландромат вместе с Плохотником Платоном, есть одна проблема, что вы еще даже не обвинили Григорьева этого негодяя, в декабре месяце вы его обвиняли, перед Новым годом, а додон уже о том, что я буду в ландромате, говорил многим людям и в Молдове, и в Москве еще в августе, в сентябре. То есть, даже вы, как следователь, не знали, на кого вы выйдете в России, а за вас уже знали, кого надо будет привлечь в Молдавию. Я не какой-то потерпевший, который будет просто сидеть наблюдать, как меня пытается кто-то уничтожить. У меня нет сегодня претензий к стране, и у меня никогда не было претензий ни к Молдове, к моей родине, ни к России, стране, в которой я прожил половину жизни. Но сегодня, сегодня, значит, я вас прошу задуматься над тем и не быть одним из этих додончиков, которые рано или поздно ответят по закону. Вы думаете, я не знаю про того пуфика, где-то метр сорок в ширину стали, который сюда летает и во время пандемии приземлялся в Кишиневе, был у додона, раздавал какие-то команды в Москве. Естественно, и про пуфика знаю, и про его трудовую деятельность, и не только трудовую, и за то, зачем он лезет, малый, во что, мы также поговорим. Я вас прошу, просто как человек, у вас сегодня еще есть возможность избежать уголовного наказания за фабрикацию. Потом сядут все. Додон, возможно, сумеет сбежать и будет делать шашлыки у Януковича во дворе, как я говорил. Виктору Федоровичу якобы нужен мангальчик. Но поверьте мне, что даже Янукович задушит Додона, потому что у Додона не выдержит его душа клептомана, и он либо возьмет, украдет три мешка угля древесного и продаст его в селе, либо украдет у вас сам мангал у Януковича и продаст. Янукович, будучи здоровее Додона, просто возьмет его и задушит. Потому что ему нужен мангальщик, но не шмекер. Вот и вся ситуация, чтобы ему не составлять конкуренцию. Поэтому, товарищи молдавские работники, мне очень неприятно, что господин господин министр Павел Войку продолжает продолжает то, что дел когда-то Кавкалек. Господин Войку, вы же помните, как вы были расстроены, когда вас отправили комиссаром, по-моему, в Бендеры, с комиссара Буюкан, и как вы переживали. Домну Павел Войку, а с лукрат платы вят сам полиции, и он целег перфект чья сантым, потому что у меня вастренцелезис, ну партич пацан, мизери леся, как леврей Игорь Николаевич, я не понимая, что в то, что партии сегодня у нас додон трех в парламент только партии ПАС, а Луи Майя Сандру трех социалистов и трех партии у нас. Додон есть фрика, что если как-то люди мне будут делегать с партии президентами, я, Игорь, додон, не пенес, фэрэ машинка пенит, и это куноште оцаре интроага, и это не пенес, куноште пенес, и это сень, варок дом левойку, пати вам айгандис шеду меня в астрове, ансалеги оттет, к требу, к требу, шамаде партии, да варок фурмоз, куноште есть дата витвариус дискут, ну, дар дес при Мамолиге, а чес Вадим Мазарарь, Вадим Мазарарь, тебя не было в моей жизни, но каждая фамилия, которая появляется в моей жизни, я начинаю ее изучать, и в следующий раз мы поговорим, что происходило при вас, и что ваши люди делали с наркотиками во время режима плохотника, что ваши люди продолжают сегодня делать, товарищ Мазарарь, я поздравляю вас, вы будете новой звездой молдавских эфиров, и где люди узнают правду, а если подтвердится та информация, которую мне дали по наркоте, то поверьте мне, даже по башке получите, по башке получите от граждан страны, потому что, послушайте, мы пережили режимы, плохотников и так далее, но те, кто сегодня продают наркоту, либо ее крышуют, я вас просто предугласить и всех порву, порву по закону, не по беспределу, сроки будут другие, за коррупцию, за наркоту сроки будут начинаться 20 лет, и не только за наркоту, об этом поговорим в другой раз. Я благодарю вас, друзья, тех, кто сейчас находится онлайн, благодарю вас за все репосты, благодарю вас за то, что благодаря вам аудитория сегодня в сотни тысяч людей есть в социальных сетях, и те, кто делают репосты в фейсбуке, в одноклассниках, в контакте, в инстаграме, в ютубе, огромное спасибо, благодаря вам, все граждане нашей страны будут знать правду, будут знать ту правду, которая есть на самом деле, а не ту, которую им суют всякие додоны и всякие умники и негодяи, которые сегодня не в состоянии даже за два месяца организовать чартерный самолет, а сегодня претендуют на то, чтобы дальше продолжать руководить страной. О каких организаторских способностях этих людей мы можем говорить? Про то, что они коррупционеры и негодяи, это вопрос другой. Я ничего даты новой пермити сфиа де вэру аскунс, я ничего даты новой фио прит де врун досар пенал, я дакану лям пермис, что нам мерзла анцележир, канаутрат ламини маскацин федерации русской ноембри доуми обспридзачи, что нам он дженункят, что нам не сделано социалистов, а сейчас не будем делать ничего не так это. Я буду ластр против никаких о том, вообще для наших и для наших и для наших и для всех которые хотят сделать рограмм в Молдове. Я люблю, вы дистрибируйте в ролик в середине.